Добрый день, Сергей. Добрый день, уважаемые крымчане. Михаил Григорьевич, когда-то был очень моден вопрос, чем вы занимались 7 ноября 1917 года. Но вот чем вы занимались 16 марта 2014 года? Наверное, годичную данность вспомнить и 16 марта, и все то, что предшествовало 16 марта, именно решение Верховной Рады Автономной Республики в Крым в то время о принятии положения проведения референдума, о том, как было принято решение о составе самой комиссии по проведению референдума. Тогда это тоже было очень важно и существенно, с моей точки зрения, поскольку именно это позволяло нашей комиссии выполнять те функции, которые были на нее, соответственно, возложены, не боясь, по крайней мере, того, что уже тогда Центральная избирательная комиссия Украины могла бы отменять или принимать какие-либо решения по тем постановлениям, которые принимались в нашей комиссии. Вот для этой цели и было это все сделано. И с 7 числа было проведено, 1 марта, было проведено первое заседание комиссии по проведению референдума в Республике Крым. Таких заседаний в общей сложности было проведено 9. Ну а 16 числа, непосредственно 16 числа я, как и, естественно, вся комиссия, были полностью, как и все предшествующие этому дню референдума, вечера, ночи и дни, мы занимались, естественно, тем, чтобы этот референдум 16 числа прошел на должном, правильном, законном, правовом уровне. Вот вы говорите вечера, ночи и дни. Члены вашей семьи, они вас хоть видели в эти дни? И, кстати говоря, они как участвовали в самом референдуме? Ну, безусловно, и члены моей семьи участвовали, и все те люди, которых я знаю, а я прожил в Симферополе уже почти 60 лет, все они были теми участниками этого референдума, который в конечном итоге, безусловно, и дал ту явку, которую мы получили в результате референдума 16 числа. Кстати, я хочу сказать, что, вы знаете, вот некоторые киевские деятели подпискивают о том, что это был нелегитивный референдум, и вообще это неестественная явка и тому подобное. Но, с моей точки зрения, вот те проценты, которые были даны, и те люди, которые пришли на участки по проведению референдума, то процентное отношение, это все абсолютно естественный и нормальный процесс, поскольку я считаю, что хотя и де юре, как говорится, на протяжении определенного периода времени, почти что 60 лет, Крым считался Украиной, де-факто Крым Украиной никогда не был. Поэтому этот результат абсолютно объективен, и он абсолютно соответствует тому, что происходило и было, так сказать, 16 числа. То количество людей, крымчан, которые пришли в этот день, хотя, если вы помните, это был довольно-таки холодный, пасмурный день, дождливый день, тем не менее, вот та явка, которая была в этот день, 16 числа, она действительно была абсолютно объективной, абсолютно точной, и вот где-то к обеду, когда мы уже, так сказать, анализировали по Крыму приход людей, которые принимают участие в проведении референдума, мы стали понимать, что действительно цифры будут очень и очень большими, что, собственно говоря, в конечном итоге и было подтверждено окончательным результатом. Вот вы говорите о цифрах, о явке, а что касается наблюдателей из-за рубежа, многие из которых, ну, явно были предубеждены по отношению к выбору крымчанам, вы не боялись здесь каких-то неожиданностей? Сергей, ну, вы, наверное, помните, вы тоже были непосредственным активным участником вот того пресс-центра, который был организован... Не в эпицентре, но на орбите. Да, был организован непосредственно у вас здесь в студиях, и большое количество и журналистов, и представителей средств массовой информации, всех видов, так сказать, средств массовой информации принял участие. Я могу сказать, что здесь в качестве наблюдателей у нас были зарегистрированы более 20 представителей более 21 страны, и общее количество зашкаливало за 251 наблюдателя по всей республике Крым. Поэтому, вы понимаете, у нас настолько было, я считаю, хоть и за очень короткий период времени настолько здорово подготовлено, начиная от бюллетеней, протоколов и всех тех, той необходимой атрибутики, которая должна была быть и, так сказать, использовалась 16 марта в день выборов. Кстати, хочу сказать, что и все протоколы, акты, и все документы, которые, еще раз хочу сказать, использовались в этот день, были подготовлены непосредственно в нашей комиссии. Здесь хочется выразить искреннюю благодарность Алексею Александровичу Кондратенко, это заместитель в тот период времени нашей комиссии, именно на него были возложены эти функции. Эти же документы использовались, соответственно, и Севастополем. Так что протоколы, акты, и все документы, как и разработанный, кстати, бюллетень по проведению этого референдума. Вот такая была работа, и одновременно, хочу однозначно сказать, что ни страха, ни каких-то, так сказать, была одна задача, успеть выполнить срок, и в соответствии с положением, которое было принято, и с законом, который в тот период времени для нас являлся законом, естественно, сделать и выполнить ту работу. И, к счастью, она была выполнена в полном объеме. Вот вы говорите, страха не было, но ведь всем известно о том, что дата 16 марта, она же определялась депутатами тогда еще Верховной Рады Автомной Республики Крым не с первого раза. Времени-то не очень много было. Вы вот как собирались все успеть? Ну вот было принято решение, и самое главное, что мы успели. Я еще раз хочу сказать, что было проведено в общей сложности 9 заседаний, то есть 7 марта было проведено первое заседание комиссии по проведению референдума, ну а итоговая в ночь с 16 на 17 марта, это было уже 9, и ранним утром, если вы помните, я приехал и доложил крымчанам всему, в том числе всей стране фактически, о тех итогах, тех результатах, которые были получены в результате референдума 16 марта. Скажите, пожалуйста, Михаил Григорьевич, ну вот что касается от вас и от ваших коллег по цеху, по работе в ЦИКе, тогда еще все было сделано, а вот что касается, ну например, оперативной информации, о том, что могли произойти какие-то события, о которых пугали, например, крымчан, либо в канун проведения референдума, либо во время. Вот вы не боялись, что не по вашей вине, но эта процедура подготовки референдума, его проведение будет сорвано? Ну, безусловно, сложности были, и мы эти сложности почувствовали буквально с первого дня по причине того, что так называемый реестр избирателей Украина полностью отрезала, были закрыты эти сервера, и у нас не было возможности пользоваться этим реестром. Но, к счастью, на местах у большинства глав администрации, руководителей советов была возможность восстановить эти списки, и эти списки были восстановлены и подготовлены. Что касалось каких-либо, так сказать, террористической направленности актов, то я думаю, что определенные службы, наши службы, которые к тому времени уже начинали полноценно работать, они выполнились те свои задачи, и никаких срывов, никаких, так сказать, моментов, которые бы дали бы возможность провести эти действия на отдельных даже участках или территориях, таковых, к счастью, никаких не было. У нас очень спокойно прошел референдум, и как бы кто, опять же таки, подчеркнусь, доброжелатель не пытался подсказать, что это все происходило под дулами автоматов и так далее. Я думаю, и те наблюдатели, которые присутствовали, и самое главное, что все жители Крыма видели, что никакого давления, тем более вот такого, о котором сейчас пытаются зачастую говорить, опять же таки, подпискивая представителей Киева, такого давления не было, это абсолютно открытое, абсолютно честное волеизъявление крымчан, за что и моё огромное, естественно, спасибо. Но вот целый день вы работали, проголосовать-то сами успели? Безусловно, я это делал, как и на выборах предыдущих, в родной школе, в седьмой школе города Симферополя, и вот именно там, когда я где-то примерно часам к одиннадцати дня приехал и увидел то количество людей, которое стояло в очереди для того, чтобы все-таки выполнить свой гражданский долг, а в данном случае, наверное, даже можно говорить не столько о гражданском долге, сколько о том порыве и том волеизъявлянии, которое хотел каждый из крымчан это сделать. Поэтому огромное-огромное спасибо именно всем нашим крымчанам. Ну, спасибо и вам, Михаил Григорьевич, за вашу работу и за ваши воспоминания. Всего доброго. Всего доброго. Успехов всем. Спасибо. Ну, а мы не прощаемся с вами и продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова